здравствуйте друзья очень 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 много вопросов нон-стоп поступают об одном и том же я живу там то я хочу уехать в америку или я хочу на работу я или я хочу вообще переехать или там как то вот я хочу в америку и как мне это сделать значит я думаю что первый сюжет маленький такой мы посвятим теме из маршака да из мистера твистера значит нет отвечают в америке мест при всем при том что мы все знаем людей которые так или иначе оказывается в америке из россии и украины там не знаю киргизии белоруссии так далее тем не менее значит политика такая что в америке мест нет и никакой такой возможности просто так взять и приехать просто потому что тебе захотелось приехать жить работать и так далее нет что есть есть исключение значит правило такое мест нет а есть исключение и дальше вся таска деятельность людей направленная на эмиграцию сводится к тому чтобы понять под какое исключение человек более или менее подходит вот вот собственно и все когда он под это исключение не очень подходит он начинает ну если хочет втискивать себя под то исключение под которой он значит не не очень подходит он начинает где-то косить под то кем он не является где-то он начинает привирать где-то он начинает там я не знаю что еще делать но есть несколько исключений конечно Если, допустим, вы вступили в брак с гражданином Соединенных Штатов, да, конечно, вы легитимно оказываетесь в Соединенных Штатах со всеми правами и так далее. Если вы, например, выиграли в лотерею грин-карт, пожалуйста, если вас пригласили на работу, и, соответственно, ваш работодатель сделал вам потом рабочую визу, то есть сначала рабочая виза, потом грин-карту, конечно, так тоже можно. Но это опять исключение на исключение на исключение, то есть ограничен список профессий, по которым вас можно в принципе привести. Ограничено ваше образование, то есть есть некоторые требования по образованию, которым нужно соответствовать. Есть требования по соответствию между образованием и той профессией, по которой вас хочет нанять работодатель, как иностранца и так далее Есть, по-моему, такой всеобъемлющий класс, очень популярный нынче, это политическое убежище Где бы вы ни жили на пространстве того, что было когда-то Советским Союзом, американский суд понимает, что вас могут обижать Вас могут обижать за то, что вы слишком влево или слишком вправо, за то, что вы не той половой ориентации, не тех политических убеждений и так далее Это присутствует, поэтому очень многие люди, у которых нет, ну, как бы ничего другого, ни семейной эмиграции, ни профессиональной, ни так далее Они себя втискивают вот в рамки вот этого, например, да И поэтому сейчас это стало как-то очень модным, популярным и так далее Вот, собственно, и все Вот и вся эмиграция, вся, так сказать, вся теория в одной фразе Нет, отвечают в Америке мест А дальше вы себе должны найти, если вы сильно рветесь, вы должны найти для себя то исключение, да По которому вы хотите сюда попасть Вот, собственно, все На этом месте мы могли бы нашу первую историю закончить Счастливо!